Вы смотрите шоу «Мне стыдно» Шоу, в котором гости рассказывают свои постыдные истории Давайте встречать наших гостей Это Джамбул Кульдеев Это Мадина Байболова И это Оскар Ильяса Всем привет! Всем здрасте! Привет! Привет, здравствуйте! Здрасте, здрасте, здрасте! Здрасте, 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 привет! Спасибо большое, что пришли Что согласились рассказать свои постыдные истории в нашем шоу Вы знаете правила Сегодня вы рассказываете свои истории И кто рассказал самую непостыдную По мнению наших зрителей Выполняет задание Оно у меня здесь на разных карточках Там разные задания И вам нужно будет потом выбрать одно И исполнить его Но это только тот, кто говорит самое непостыдное А по мнению зрителей или по мнению участников? Да, нам просто говорили, что мы сами друг друга оцениваем А, вы сами друг друга оцениваете Хорошо, да, вот я такой ведущий Это шоу мне стыдно Так, не, ну в принципе, они же тоже деньги заплатили Тоже могут это повлиять Смотрите, если вы хотите повлиять на историю Просто не смейтесь где-то И все, и говорите Да нет, это не стыдно Мы тоже так много раз делали Вот Так, ну, во-первых, хотелось бы спросить Вообще, есть ли у вас какие-то, может быть, планы О которых вы хотите рассказать Почему это важно сейчас рассказать? Потому что, возможно, если у вас сейчас Я знаю, у тебя тур Да, стендап-тур По городам Казахстана По городам Казахстана И, возможно, даже Европы Один человек похлопал Да, спасибо Он такой Да, я почему предлагаю сейчас об этом сказать Потому что после твоей постыдной истории Возможно, люди скажут Не, я не буду покупать это Я не хочу идти на дни Да, они же все равно до конца посмотрят это шоу Ну, а может быть, сейчас купят А, как мы знаем, билеты мы не возвращаем Это и на сегодняшний намек, да, вообще? Да У тебя? Да, туру я уже съездил на запад Вот уже Актау, Актобе, Атерау я уже откатал Остался еще Шимкент Остался еще Костанай, Усть-Каменогорск, Семипалатинск Остался еще Кокщитау, Караганта Ты очень интересно рассказываешь Прям захотелось пойти Он сейчас все села назовет Алмата, Экибастуз Поэтому, да, вот Экибастуз На нем ими начали хлопать, да? Да, у нас чисто на Экибастуз таргет стоял Зрители автобусами привозили из Экибастуза Вот практически вот эти вот города, которые я назвал Там будут концерты О чем ты шутишь? Я шучу о том, что я недавно в июле стал женатым человеком И у меня появились, да Заметьте, он сказал, стал женатым человеком Потому что он не справлял свою свадьбу Это я как его друг говорю Который очень долго мы ждали Мы его везде на все свадьбы приглашали И потом... На всех свадьбах был, кстати, да Кстати, он нас вообще не позвал никуда Да Даже на новоселье Ну, в целом, типа, приходите на его концерт Он хороший человек Да, мой концерт называется «Женатый с детьми» Но это уже потом я объясню, почему Хорошо Потом объяснишь на концерте Да Окей Мадин, у тебя что? Так Почти у меня закончился тур У Зарины Она так говорит, потому что все отмечали ее в сторис И говорили Блин, Мадина, так классно сегодня времени Я в соцсетях я съездила в тур Потому что меня все отмечали Вот мне недавно, на прошлой неделе отсняли стендап-аналоги На следующей неделе, в следующий четверг Будет мой стендап-аналог Смотрите Этот выпуск выйдет где-то в январе А, шоу «История» в январе Ну вот Примерно В прошедший четверг Нам нужно просто как-то оправдать то, что люди в куртках сидят Мне же аналог Ну да, ты очень активный человек Видно? Спасибо большое Оскар Я знаю, что ты сейчас снимаешься активно Вышел сериал «Лада Голд» Спасибо Не смотрели? Я смотрел тизер там, где ты сексуально одет в спортивку Там какая-то спортивка у тебя в очки И кажется, это любой тизер, где снимается Очки какая-то, спортивка и вот сама «Лада» непосредственно Я смотрел трейлер, пока еще не наткнулся на сериал Да, я ездил только На «Жигули» Не, я вам рекомендую Есть планы посмотреть, конечно Классный сериал Да, кто смотрел? Блин, конечно Мы не договорились с публикой, что типа Просто мы их из-за кипоскуза привезли В кипоскузе еще не смотрели никто Как будто вы все смотрели Сейчас, еще раз Когда он спросит у него Так, мы здесь склеим Аскар, а скажи, пожалуйста Сейчас ты где-то снимаешься Эй, эй, не палимся Стоп, подождите Не палимся Аскар, скажи, ты, пожалуйста Сейчас я Аскар, я знаю, что ты сейчас снимаешься в каком-то интересном сериале Нет, он уже снят В смысле? Он уже снят, он выходит Он уже вышел А, да Он вышел уже Давай, Голым Мы с тобой Хорошо Аскар, если честно Я посмотрел твой сериал Он просто шикарный Лада Голд Вы смотрели Ладу Голд? Супер Это так приятно Это так Бог, спасибо, что моя работа оправдывается И мои соотечественники смотрят мои фильмы Спасибо Спасибо, Астана Да, классно, очень приятно Спасибо Спасибо Сразу видно, хороший актер Так, ну, в целом мы про планы рассказали Теперь давайте понижать градус нашего имиджа перед зрителями Давайте теперь сделаем так, чтобы нам было некомфортно Расскажем свои некомфортные истории У каждого есть такие Да Когда ты пытаешься всем друзьям позвонить и сказать, типа, удали это видео Вот У меня есть такое Кстати, у тебя есть одно мое видео У меня много видео, да У него есть одно мое видео, которое он держит как компромат На старте, да, скажем так Да, то есть, если я что-то говорю, он говорит, я это солью в сети Я такой, ладно Так, у меня есть история, я могу начать, если вы не против Ты что-то хотел добавить? Ты хочешь начать? А как ты хочешь? Давайте, lady first Просто, ну, честно, после твоего сериала все, что ты хочешь Все, что ты хочешь Лада Голд Как хотите, как хотите Кто? Ты хочешь первое рассказать? Я Хорошо Я открою эту дверь Девушек пропустим Можно поаплодировать? Давайте поаплодируем Мадина Байболова и ее постыдная история В общем, короче, это история про то, что инициатива наказуема То есть, ну, бывает такое, что когда, ну, ты хочешь как лучше, а получается наоборот Вот, насколько ты хотела лучше, настолько получилось хуже Там график прям вот такой Ну, это как мы позвали Оскара и сказали, мы так потрясены твоим сериалом В общем, я училась в школе, и у нас школа была необычная, а там было два здания Два здания? Два здания было Одно здание школа, второе крематорий Нет, нет Смешно, если в одной школе училась ты, в другой сестра И здания одинаковые просто Короче, в одном здании была общеобразовательная школа, а в другом здании был лицей Но все это была одна школа, одна администрация была Но они делили детей, типа, сюда умные, а сюда... Какая-то дискриминация А гуманитарии суда? Нет, вообще образовательные вот эти, которые после девятого класса выходят Там, мне кажется, даже в той школе до девятого класса только программа была Они такие... Они такие, извините, здесь нет десятого Да, и ты что делаешь? Вот колешь рядом, да, и черма через дорогу Кстати, тоже к нашей школе относятся Короче, меня перевели в лицей Это был лицей с математическим уклоном Но я сейчас понимаю, что, наверное, не из-за учебы, а у меня внешний вид был тоже с математическим уклоном Знаете, у меня спина как двойка У тебя брови равно вот эти, да? Короче, меня переводят в лицей с математическим уклоном И там из программы убирали все лишнее, типа, музыку И там убрали труды, а я очень сильно любила учительницу по трудам Она была такая возрастная женщина, но очень такая добрая Она научила меня шить, готовить борщ И я просто в русской школе училась, там такое борщ Шить борщ Шить борщ Научила меня шить и готовить борщ Вот так Я просто на английском там думаю Забыла, как слово быть Вот, и короче, я в лицее была старостой Я пошла в учительскую отдавать журнал И я в разговоре учителей, вот в учительской Я услышала, что Ольга Васильевна, ну, заболела и умерла И у меня, ну, я в шоке Там кто-то прям очень сильно расстроился Как будто это первый человек, который умер Вообще-то такое бывает Ольга Васильевна! И я в шоке, у меня прям слезы на глазах И я бегу в свой класс и говорю вот так, так Типа, Ольга Васильевна вот скончалась Давайте все соберемся, попрощаемся Я староста, я все организую Ну, я соберу деньги, все будет нормально Она такая, да, конечно Я узнала адрес, связалась с родственниками Ты, в принципе, выглядишь как староста Да, у меня с рождения такая У меня такая старость Ты сразу родилась и такая, где журнал? Да Кого нет сегодня Сразу сестру сдала Короче, и в день похорон Я захожу в цветочный магазин, покупаю гвоздики Я выхожу из цветочного и мне навстречу идет Ольга Васильевна Удивляйтесь так же И, ну, мне 12 лет, я думаю, может это ее дух, может она пришла попрощаться И она здоровается и проходит у меня, я смотрю, с ней продавец разговаривает То есть не я одна ее вижу, я такая Вы тоже чувствуете запах борща? И я стою с гвоздиками Это вам держится Да, 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 да С днем смерти Даже ехать никуда не надо И я стою, я понимаю, что это не единственная Ольга Васильевна в нашей школе была она Я стою с гвоздиками, а там, ну, весь мой класс, они уже там, на месте А похороны еще с утра же обычно И там они были не в самом Павлодаре, а есть поселок Ленинский рядом с Павлодаром То есть туда еще полчаса ехать Это где скриптонит? Да, 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 кстати, скриптонит там родился Вот Скриптонит родился, Ольга Васильевна Он же реинкарнация Ольги Васильевны Он такой, че, блядь? Положение Нет, не положение, а продолжение вот так И, ну, я, они уже там все, они все любили эту учительницу и там весь класс собрался То есть все до единого приехали в 9 утра в этот поселок Я не могу им сказать, типа, мероприятие переносится Отмена, отмена, возврат Отмена, да Тикетон вернет вам билеты В течение пяти дней где-то Фу, я сажусь на автобус и, ну, я еду И с одной стороны я рада, но с другой стороны я думаю Почему она не умерла? Все уже организовано уже Ты чисто как староста мыслишь такая Я же уже все сделала А я еще до этого ни разу не была на христианских похоронах И я еду, думаю, ну, может, она хотя бы в ковре будет Никто не заметит И я приезжаю на место Там, я не знаю, как называется, где, ну, читают молитву, типа И оказывается, у христиан на похоронах открытый гроб И мало того, туда еще могут, ну, к нему все могут подходить А я смотрю, там вообще другая женщина, левая вообще, я ее никогда в жизни не видела И там еще всем выдают свечку Она учительница тоже, учительница этой школы, да? Нет, она, оказывается, была завхоз, поэтому я ее не знала Да, в принципе, свечки это она организовала Это было бы такое ощущение, если бы я вышел и сказали «Оскар или Ясов?» Я такой «Да, это я!» И люди перепутали И, короче, а там на христианских похоронах дают всем свечку Ее задуваешь и подходишь к гробу и кладешь рядом с человеком свечку А я первая пошла Я вижу, что там другой человек И я смотрю, что сейчас мои одноклассники им всем дают свечку И они все вот так, каждый подходит, так задувают Смотрит такой И я вот так стою И они все стоят, стоят в недоумении И тут заходит Ольга Васильевна Со свечой Кладет, ну, плачет, кладет и подходит вот к нам И все такие И я тоже, я же не могу сказать «А, я знала!» Я тоже такая А там еще учителя все подходят И вот шестой ВЭ такие молодцы Пришли проводить Вот прям организация, видно Мадина, молодец Прям вот твои ребята всегда вот везде участвуют И там И там после похорон обычно еще есть обед же в столовой И все пошли в столовую И я такая Я не пойду Я с ними не буду за одним столом сидеть Короче, вот так я свозила наш класс на левые похороны Вау Подарила эмоции, скажем так Да, и мне до сих пор стыдно Ну, мне было стыдно перед своими одноклассниками Но мне еще стыдно, что Ольга Васильевна, она еще до сих пор Жива? Да Дай бог ей здоровья, да? Это же как генеральная репетиция похорон Ольги Васильевны Все уже знают Да, она еще жива, то есть та информация до сих пор не актуальна Вот, и мне перед ней стыдно, потому что она даже не знает, что я, ну, организовала ее То есть она сейчас смотрит и такая, Мадиночка? Ну, зато, ну, блин, зато той женщине ей на 24 свечи больше положили, чем должно было быть Ей приятнее, да? Да, она такая, ооо Она тоже такая, шестой мэм, как приятно Молодцы А представь, как родственники офигели, просто какие-то дети еще Да-да-да, они такие Вроде она не любила детей Она поэтому пошла в завхозы Да, это реально постыдная история, давайте поаплодируем Мадина Байбалова Трудо, вау А ты им деньги вернула потом за цветы? Нет, я же такая, ну вот, я обещала вам повторно Типа, по факту труп был Да, я сказала, это Ольга Васильевна, Ольга Васильевна сегодня Да, по документам Ольга Васильевна прошла, как Ольга Васильевна Все зафиксировано Все зафиксировано, извините Так, ну, да, я правда теперь не знаю, что может переплюнуть эту историю по постыдности Это, конечно, да, капец теперь, да Да Мне сейчас зайдет Ольга Васильевна вот эта, ты являешься Что, Джамбул? Кульдеев Кульдеев Расскажешь свою историю? Давай Хорошо, давайте поаплодируем Джамбул Кульдеев и его постыдная история Так, во-первых, здесь нужно предисловий, очень много озвучить Первое предисловие, это было давно, когда я был не женат, это очень важно Это очень важно, проговаривать Это очень важно Знаете, парни, да? Это такой То женить бы ничего не было Семейный дисклеймер Да, очень важно Когда земля была в газообразном состоянии Это в мезолите, вы видите? Короче, вот, второе предисловие Это было не со мной Ну, как сказать, не предисловие, а больше объяснить, почему мне тогда было перед самим собой стыдно Что, когда ты, ну, вот на примере, когда ты проводишь какое-то определенное время с человеком И потом ты приходишь домой, и этот человек очень сильно хотел до тебя что-то донести А ты это не понимал на протяжении вечера, и потом, когда ты пришел, ты такой Вот что он имел в виду? Ну, вот такая вот у меня история Мне потом стыдно стало Теперь рассказываю историю Ага Значит, я как мужчина не понимаю намеков Сразу скажу, да, вот Это вот тоже В целом, все мужчины Да, не понимают Не понимают намеков Короче, я пошел на мероприятие, где люди знакомятся с друг другом Нет, Джамбула столько не понимает намеков, что, ну, что вы понимали И мы сказали, светленькое надеть Он вот такой Причем мы не говорили Вот было бы неплохо, если бы все пришли как-то вот светленьким И мы просто сказали, светлый надень У меня майка есть Мы это вставим в тизер Опять-таки в тизере сексуальный Аскар Ильясов Он как будто из GTA Vice City Вот он, нулевой пациент Так, так что Не понимаю намеков И я, короче, пошел на вечеринку Там вечер знакомств Может кто знает Было такое мероприятие в Астане Называлось оно «Фрайды» Туда ходили чуваки Разных организаций, профессий Чуваки? Ну, и чувихи А то мы сейчас уже такие Застегни рубашку Мы уже такие А, вот почему ты так долго не женился Ой, не уводи туда, Голым Ты любишь, не уводи туда Сейчас я в итоге Мы знаешь, какой тизер делаем? Где ты говоришь Сексуальный Аскар Ильясов И он такой И потом секс-запон И ваши взгляды И чувихи И потом ты такой Вот бывало же, когда ты не понимаешь А потом приходишь домой И такой Была вечеринка И там люди знакомятся с друг другом Каким образом? Чтобы было больше работы То есть, допустим, приходит, допустим, чувак Было больше работы? Да Там просто начальник ходит Такой, вот тебе задание Да, ну, допустим Я сантехник Меня зовут Марат Мне дают такую штучку Это какая-то странная вечеринка Эй Меня зовут Марат Я сантехник Хочешь, поиграй с моим гаечным ключом? Вот так вот, типа, было И девушки дают тоже вот эту наклейку с именем Они Она такая Я домохозяйка? Да, да Она, допустим, она занимается там В колл-центре работает по доставке воды, допустим И они друг с другом встречаются Дают друг другу визитки И таким образом они на связи И таким образом налаживается связь на будущее Чтобы они вместе как-то контактировали работами То есть вот такая система Вот такое мероприятие Кто знает, похлопайте, кто хоть раз был Вот, четыре человека Пару извращенцев в зале Они такие Ой, я не думал, что туда понесется история Вообще, я А мы как не думали Я не думал, что такой оттенок понесет она Ну и вот такое мероприятие Значит, я пришел туда Я Прости, там просто получается Это нетворкинг Да, нетворкинг Люди обмениваются бейджиками Этими визитками Да, да, да Нейрологическими заболеваниями Чаще всего Ну, как он сказал, жидкостьями Да, но чаще всего люди туда ходили именно ради того, чтобы Ради сантехников Ради того, чтобы Ну, давайте будем честными перед друг другом Ради секса Ну, как бы на будущее Ну, все сошлось теперь Да, да Ну, вот как бы ради Не только секса, а отношений В целом, как бы это больше такой Живой тиндер был Вот на то время Живой тиндер О каком времени идет речь? Когда это было? Я же говорил, мезолит Давно, ну давай там условно Ты знаешь, это было, короче, в пещере Там только-только огонь появился Они такие У нас есть огонь, залетайте к нам Ну, где-то год пятнадцатый В Астане От Рождества Или Нет, нет, вот пятнадцатый год От От Астаны Я не знаю, как название Не путай меня 2015 Короче, мы, да И было вот это мероприятие И я очень сильно стеснялся Знакомиться с девушками в целом И меня как-то другое Поэтому знакомился с парнями Это всегда так будет? Не делай пауз, просто быстро говори Вот На это мероприятие Он меня пригласил, кстати, Голым Вот И На Голым, Голым Он же вел это мероприятие Я сейчас себя показывал В образе сантехника Так у вас сейчас просто ролевая игра? Вот И меня Голым пригласил Мы вообще Но потом второй раз Я уже без него ходил Вот Да, в целом И Я очень стеснялся Я решил сделать себе вызов И сделать целый круг Сразу Каждый К девушке подойти Ты пошел по кругу По кругу Джамбул, ты сможешь дальше Вот И в итоге Среди всего этого круга Только одна девушка Более-менее Со мной пошла на контакт Так Более-менее? Да Дала тебе визитку А, визитку дала Вот И все Я забыл про это мероприятие Прошло какое-то время И она звонит Она даже пишет Пишет, я извиняюсь А, ты ей тоже дал визитку Да, я тоже дал визитку Мы, естественно Как? Мы же обмениваемся Как это же Что у тебя на визитке Было написано Ты хороший вопрос Создаешь, Аскар Да, так теперь Всем интересно Да Я, ну, я же Вел мероприятие Шоумен Мне было написано Вот Есть? Многообещающие Девушки Шоумен Хочешь шоу Их есть у меня Шоумен Да И Она как Пишет мне Сообщение Проведи мероприятие Нет, она пишет Вот здесь Вот самое Основное Что она пишет Она пишет Какого ты Привет, какого ты роста То есть я ей записал номер Ну, типа Я такой А ты кто Она говорит Вот, помнишь Мы тогда познакомились Я говорю Окей Так какого ты роста Я такой Что она хочет Это Наверное Узнать рост Ну, типа Не понимает намеков Но видит намеки В прямых вопросах Что ты Что ты имеешь Что ты имеешь Хотела узнать Не знаю Может для Роба Я не знаю Мне интересно С тобой где-то Кто-то кушает За столом Передай Подай Типу салфетки И ты такой Аааа И ты 175 сантиметров Вот Я говорю 180 181 Сантиметра Это правда? Ты 181 Ну, метр 180 Это правда Метр 180 Ой, в смысле Метр 80 Простите Простите Я, короче Метр 180 Она такая Спасибо Это сразу Два Размера Ужасно Да Вот Я говорю Она говорит Ты не мог бы Ко мне Приехать И повесить Дома Шторы Вот Вопрос Это А что я подумал В этот момент Я поехал С целью Чтобы повесить Шторы Вот Я приезжаю Смешно Она же в тот вечер Не только Наверное У тебя визитку брала И она перебирает Визитки И такая Кому же Кто же мне повесить Шторы Шоу-мэн Шоу-мэн Подойдет От слова Шоу Показывай Да Вот И я С этой целью Еду Я реально думал Что девушке Нужно помочь Потому что она написала Она переехала Недавно И нужно повесить Шторы Новая квартира Я прихожу Захожу Она меня встречает Вот в этом халатике В китайском Знаете В китайском В смысле Он некачественный Ты заходишь Такой Могла бы И нормальный Купить себе Купила там На Шахай Халат из этой Сумка клетчат Я же такой же Такой же материал Вот этот Знаешь В котором Молния Вот так Вот еще С ручками Вот здесь Запах мяса Еще там Возьми меня Жамбыл Да Она Запускает Мне домой И реально Видно Что Только вот Вещи Только занесены Туда Только вот Все Квартира Обустраивается Я захожу Смотрю И вот Она мне Показывает Зал Сразу И там реально Нет штор Шторы на подоконнике И я такой Ну Все Надо Вешать шторы Я Я Подхожу А вот у меня вопрос К зрительницам Как вы думаете Это был Типа намек Или реально Там сразу Сразу Она такая Да Без сомнений Да Похлопайте Кто считает Что это намек А кто считает Что реально шторы Да ладно Спасибо вам Я поднимаюсь На табуретку Начинаю вешать шторы И в какой-то момент Я смотрю на балкон И там стоит стремянка Похлопайте еще раз Кто считает Что это Намек Я такой Ну Возможно Просто ей было страшно Подниматься на эту стремянку И я продолжаю Вешать шторы И тут В какой-то момент Я слышу Музыку Включается музыка Я оборачиваюсь Она сидит На матрас Который на полу Который еще не поставлен На кровать Вот этот матрас же есть Она сидит на нем На матрасике Так вот Ноги так выпил Вот так вот Сейчас у него квартиры не было Ой, у меня здесь нет шторки О, ужасно Ужасно Простите Да, и она сидит На этом матрасике У нее айпад И там Она включила музыку И я слышу И там такая Ну музыка такая нежная Нежная? Давай поймем Что в твоем понимании нежная Эйни Only Time Знаешь что купить? А, вот это Конечно я запомнил Она спрашивает Ты запомнил? Я там вот так Чамбур Вы меня Вы меня Вы меня Да, я в это время такой Ну, классная музыка Ну, наверное, чтобы мне легче было Вешать шторы Она меня как бы подбадривает Тем, что включает музыку Я вам клянусь Я так думал Я У меня чистый разум Я неопошлиный И я Спасибо большое За эти маленькие аплодисменты Я Ну Это чисто Дизайнеры интерьера Тебе хлопают Типа Ну, шторы повесил Я повесил шторы Я спускаюсь И она такая Говорит Ну давай хотя бы чай попьем А она все уже В смысле Она Пока ты вешал шторы Она типа А я Я такой думал Повесил шторы Я думал Можно уже уходить Она такая Ну, типа А чай попить? Ну, типа Там уже даже Энни за Я такой Ну, давай попьем чай Мы садимся Она такая С меня И ты такой Да нет Вот чашки есть Музыка Музыка хорошая у тебя Я иду пить чай И она во время разговора За чаем Говорит Типа Ну, я вообще Одна живу Но я говорю А здесь же еще какая-то Типа Она говорит Ну, со мной подруга Но в целом Ее очень дома редко Но в целом Хочешь, она не придет Она, типа Работает в полиции Ее практически дома нет В целом Хочешь, она к нам Присоединиться Чай будешь пить Или что? В полицейском костюме Да? Проведем задержание Вот Я такой Ну, мне, наверное, пора И Мне как больно Сейчас за эту девушку Она Она Представь Она Да, она Симпатичная В целом Если ты меня помнишь Привет И она Рвет шторы Вернись Кому Вот Представь Кикина Она смотрит Это на айпаде А кто-то И вешает шторы Еще Вот И Я говорю Ну, все, окей Я поехал домой Говорит Я могу тебя отвезти То есть Понимаете Она уже третий раз Ну, хотя бы В машине Не может быть Вот И она довезла меня до дома И ты такой Ну, все, пока И ушел И мне помнится Один мой хороший друг Дал мне совет Ну, я Ну, после этого Он сказал Если девушка От тебя не добивается Секса То она Что-то хочет От тебя Добиться Что-то другого И она такая Ну, ты же шоумен У тебя есть Может быть Билеты на концерт Турсунбека Может он Хоть он Не такой Тупой Он хотя бы Смешно Шутит И Просто она Попросила У тебя Билеты на Турсунбека Да И я Замутил Один И она Пошла на концерт Турсунбека И сказала мне Спасибо Это вся история Как-то так получилось Что в этой истории Выиграл только Турсунбек Ну, давайте Похлопаем Джамбул Кульдеев Его последняя история Да, я Я Я хотел бы сказать Почему я вначале Говорил предисловие Что вот Я когда тот Домой пришел И начал рассказывать Это Ты в душе Мылся И такой Бля Да Реально Да Я потом А А ты Потом писал Хотя бы Надо После чая Хотя бы Нет, ты такой Я же тюль Не повесил Мне очень стыдно Было не только Перед самим Сою Перед ней Что она Она же Задумала Такой план Прикинь Она сначала Взяла Вот эти Кучу Визиток Отсекла Всех Кто Метр Ниже Метр Восемьдесят Вот эти Коротышки Сразу Нафиг Пошли Мне кажется На таблице Эксель Была Там Да Блин Смешно Что она Когда спрашивала Рост Она уже У нее была Стремянка На случай Если он Такой Да Я уже Не помню И зачем Это Поднимать Потому Что Я Это Было А чем Мне Надо Это Все Я думал Ты скажешь Потому Похороны Фейковые Похороны И Как ты это назовешь Шторы Девственные То есть Представь Да Ну Честно Это Очень хорошо Подходит Под Историю Семейного Человека Если Ну Ты можешь Просто сказать Я штор повесил И все Я такая Серьезно Да Я просто штор повесил Так А кто в комнату Пришел Так А ты В такой семье Вырос Да Кто Сразу руки Вот так Свет включается Сразу Да И у нас Еще одна история От Оскара Ильясова Мы все В джинсах Прикольно Это Это подводка Какая-то К истории Нет Нет Я начинаю Да Фух Волнительно Спасибо 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 Но не так Волнительно Когда мы Смотрели Твой сериал А ты имеешь в виду Тот Который на платформе Иви И который Называется Лада Голд Ну зачем мне Об этом Говорить Потому что Здесь все Смотрели Этот сериал Блин Прикиньте Это сериал Который позорит Казахстан Короче Я из поселка Пригородное Это рядом с аэропортом Очень мирный Он при городе При городе Он уже в городе И возле аэропорта Знаете такой Там пятиэтажки стоят Кто знает Я вот Оттуда родом Очень мирный Спокойный поселок Я там родился И вырос История Точнее Мне было 6 лет Когда произошла Эта история Это важно Ну 5-6 5-6 А что ты же не женат Ну зачем тебе это Ну ты поймешь Надо сказать Что это далеко От сейчас было А ты же молодой Прям да Ну 5-6 лет Это сколько Вот ты же спросил У меня про год Это где-то 2002 Ну смотри Он Да он молодой Потому что Ну скажем так Молодой человек К нам это еще Уже не относится Потому что он например Может надеть майку И у него чуть-чуть Вот эта грудь видна И все такие А ты можешь Немножко еще расстегнуть Если б я сидел Здесь в майке Меня бы монтажер Заблюрил Я бы Просто Мутное пятно Было бы Мне 6-5-6 лет Лето Классный двор Там играет футбол Тут качели Что-то И действие происходит В песочнице В песочнице Я был тогда Старшиком 5-6 лет Это когда ты в песочнице Старшак То есть такая иерархия Да Иерархия везде Типа везде иерархия И там тоже Мы там старшаки Поэтому Дети находили Бычок И тебе Загревали Мы Вот не пасхи эти делали Вот как в песочнице А мы Рыли туннели Кто-нибудь делал такое в песочнице? Мы делали подкопы Ты такой Зачем? Пасхи Это не наш уровень Мы делаем подкоп Под магазин Берем конфеты Ну Какое-то такое было Авантюрное настроение И чем больше туннель Тем ты круче То есть Вот допустим Мы с тобой роем туннель Да Я вот отсюда начинаю копать Глубже 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 Ты отсюда Ты отсюда Наши руки встречаются Да Да Наши руки И мы смотрим друг на друга И играем сексомол Наши руки должны соприкоснуться Тогда все Туннель есть Типа И можно 2-3 часа Рыть просто И все ногти Ну весело В итоге На секунду На секунду прикосновить И все короче Ради этих Если что У меня не было Вот это Это только у него Нет Рыть На секунду прикоснуться К Ольге Васильевне И она такая Вот И у меня был друг Давайте придумаем ему имя Потому что я не буду озвучивать имя Джамбул давай Джамбул Его зовут Джамбул Мы с Джамбулом роем этот туннель Мы оба уже Мы ровесники И мы роем туннель На Фрайдейс Песочница Песочница Тут какие-то дети И у нас была Вот этот признак бедности Когда вот эта бутылка колы И там вода из-под крана С этой этикеткой колы И у нас была эта вода И мы что-то Мы реально 2-3 часа копали Типа мы пьем Копаем Пьем Копаем Как вот эти туземцы в Ютубе Когда копают Вот этот бассейн Выкапывают Да Который палками Просто в джунглях копает Какие-то камни Ну это интересно Это исследовательский Такой опыт детский И мы копаем 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 И вот мы соприкоснулись руками И что он делает Он вот так У него получается Рука вот под землей И он делает вот так И ломает весь туннель Он такой типа Ха Но Джамбул конечно Не хороший человек Я считаю Что Джамбул мудак Вот я считаю Да вообще Кончили Я тоже так считаю Вообще Конченый Я требовался подтверждения Он это подтвердил Он не то что шторы Не понял Он вот это вот не понял Ты ударить меня хочешь Что ты хочешь? Пять? Чего пять? В общем Джамбул Джамбул Ломает туннель А это вообще Не входило в мои планы Потому что я хотел Всем его показать Это же прикольно Девчонки там такие О смотрите И ты со всеми девчонками Еще там трогай Туннель Это кажется Какая-то категория есть В фильмах для взрослых Я не знаю Вот это описание Мне было шесть И вот И я разозлился Ну я тогда Ну не был на терапии Я не знал Как прорабатывать Свою злость И как было В общем Вот так мы сидели Три часа на песке Пили эту воду Что-то играем Он это делает И сидит на меня Смотрит Я встаю И злой И я То ли его ударить То ли я не знаю Что делать И что я делаю Я достаю свой Пиштергенчик Так подожди Что ты достаешь? Человек не понимает Намеков Скажи ему прямо Или покажи ему Ну Пиштергенчик Он сейчас думает Пиштергенчик Это вот эта петличка На которую шторку вешают Откуда она у тебя там была? Зачем ты ее достал? Не, а почему не сказать Ну пенис Писька Писька Пиштергенский Пиштергенчик как-то У тебя в шесть лет Пиштерген сделали? В пять мне сделали Он уже тогда Так вот Вам интересно Что было дальше? Все на пенисе остановилось Мир остановился Все То есть он Сидит в этой песочнице Ты встаешь над ним Достаешь Это были шорты Пиштергенчик Просто А, шорты Шорты, да Я достаю Пиштергенчик И Я не знаю Что на меня нашло В таком Мы тоже не можем Это объяснить Оскар сейчас Я начинаю на него Писать Я начинаю на него Писать На сандалик И на ногу Вот так Сандалик Я сейчас себе представил Такой милый сандалик Китайский Китайский Да, там еще Знаешь Зайчики улыбаются И струя такая И что делает Джамбул Ну он такой вообще Джамбул сам по себе Он такой Джамбул такой А почему только на сандале Нет, нет, нет Он вот так сидит И такой Ты что, тупой? Ты тупой? Ты тупой? И не убирает ногу Нет, нет Он говорит Ты тупой? Ты что, ты тупой? А в это время Все вокруг В песочнице Ну они такие Ааа Уху Хей, хей Начинают И тоже снимают И такие Оу Нет, они начинают Подбадривать Как будто я делаю Что-то очень крутое И я такой Да, да Вам нравится? И струя начинает Подниматься выше Выше Он сидит Он не понимает Что происходит И в какой-то момент На колено А Джамбул Он как этот, да? Он такой Нет, ты что делаешь? Ты что делаешь? И не уходит Не уходит Не уходит Он сидит Я вам Блин, это жутко Смолен И я ему начинаю писать Вот сюда, везде На грудь На руки И я помню Ну, мне было шесть И Это уже никак не оправдывает тебя Извини Было шесть И ты ходил в садик Алтын Джамбар Или золотая струйка Он начинает плакать Я просто помню кадр У него так Струя ему по лицу бьет По голове По лицу Он начинает плакать Я думал Сандалик это самое А, блядь Он такой А, блядь А, блядь А, блядь Тупой А, блядь Вот так Я начинаю Ты такой Прости, Джамбол Нет, я когда он начал плакать Я понял, что что-то не так Я понял, что я Какую-то ошибку То есть это Ну, нам смешно Нам весело Я понимаю, что Слезы начинают сливаться с мочой Не, меня больше всего Смучает то, что он Он еще открывал рот Блин, я клянусь Ему попало в рот Я Сто процентов Ну, он Это сто процентов Это был Ему попало в рот Хотите вы это или нет Это факт Его нужно принять просто Примите это И он начинает плакать И А я уже не могу остановиться Я Ты уже во вкус вошел Ты такой Потом все физиологически Остановилось По естественным причинам И он такой Ты тупой У него так волосы Слипшиеся Он такой Ты тупой А И убегает И убежал из песочницы Это не конец истории Он убежал из песочницы Ты что, по-большому заходил? Что, блядь, происходит? Что это не конец И потом Джамбул вернулся И такой А можешь повторить? Он как маньяк Вернулся на место преступления Потом он такой Надо еще что-то Вот это самое Вот я не ушел оттуда То есть Я понял, что он пошел Ну, он бежит куда-то То есть Он бежит Я думаю, походу сейчас что-то И я такой А я звезда в этой песочнице Я рок-н-ролл Я рок-звезда Типа, я сижу Что-то с ним играю И вижу Там дорога такая Дома И издалека идет Разъяренная женщина С обоссанным ребенком Просто она его так Я не представляю, как он Перезаряжается Вот так Давай, давай Подходи, мамаша Она берет еще эту колу И такой А она еще За руку его не держит Она просто Иди рядом со мной Она так рукав закатила Через рукав Она его держит за руку И она тащит И просто Ну Разъяренная мама То есть Просто И на меня пальцем Она такая На меня дерзко очень идет Что я делаю Я просто начинаю бежать Я А там у нас 110 дом Есть белый Самый большой дом В поселке Я забегаю за него С мыслью, что она не побежит Взрослая женщина С обоссанным ребенком За мной Она не побежит А там типа Какие-то огороды Трава Полынь И я сквозь траву И она с этим ребенком Сквозь полынь Коноплю Все, что она Просто идет вот так Я такой Ну я быстрее Я забегаю Мы жили тогда в общежитии Я бегаю два дома Забегаю на пятый этаж И бегу Другой Надо маме что-то придумать Надо что-то маме сказать Потому что Эта женщина идет к моей маме Сто процентов А мама у меня Учительница начальных классов И я такой Я забегаю домой И это мне мама подсказала Я с ней созванивался вчера Она меня консультировала По этой истории Мама консультант истории Я маме звоню Я говорю Мама, я пойду на шоу Где Я расскажу Что Ну Какую-то историю Где мне очень стыдно И она говорит Ты расскажешь Как ты обоссал Джамбул Я говорю Да Она сразу пробила У вас телефон упал И я забегаю на пятый этаж Я говорю А мама стоит вот так На табуретке И клеит обои У нас ремонт Мама клеит обои Я забегаю Мама, там это Я в это Там ветер Дул вот так Ветер Мой мозг сообразил Мама, я ветер Я стою Писываю Просто Писываю И все Что вот так На Джамбула Вот так Мама Чуть-чуть Ему так Чуть-чуть Заделает И все Ветер Ветер Только Вот этот знаменитый Астанинский ветер Да Мама стоит на табуретке Не понимает Она такая Че Какой ветер Че Кого-то Что ты Стучится Эта женщина И мама говорит Иди открой Я говорю Она говорит Открой дверь Я открываю Стоит вот такая Женщина Лохматая Рядом стоит Оскар Ты всю историю Держал Джамбу Давай фамилию Давай уже Отчество Давай Город Мы знаем Где это было Внизу Под видео Будет Иин Этого парня Мы скинемся Ему На Психологическую Проработку Пожалуйста Мы же это Пип Че-то сделаем О Я даже готов Перезаписать Отдельный Никтофон Джамбул Чтоб мы вставили Это туда Я прошу вас И правда Это очень важно Они сейчас Хлопают А потом будут Выкладывать Блин История Про Да зачем Ты повторяешь Это Я прошу Тебя Это мы выше Напоминаешь И стоит Джамбул Короче И он Вот с таким же Слипшимся волосами Но представьте Он же Да Был немножко увлажнен И вся пыль Грязь Он грязный И стоит Вот в этой Какие-то Просто Он ужасно Выглядел Ну И Заходит его мама И она видит Мою маму И она понимает Что моя мама Учительница начальных классов И она говорит Она подуспокоится Она говорит Ваш ребенок Вы посмотрите Он описал моего ребенка Вы пожалуйста С ним что-то сделайте Не с ним в смысле А со мной Имеется в виду То есть Очень деликатно Без матов Без руганий Моя мама вчера сказала Блин Это говорить нет Моя мама вчера сказала Она говорит Не я не буду это говорить Блин А Серьезно? Там еще несколько Мы нахуй не смотрели Лада Голд Блядь Мы Ты пи*** Так заинтриговал Блядь Я уже Пожалуйста Он умеет делать сериал Она сказала В целом Она могла бы И нас двоих Обоссать Из-за того Что ты сделал Она говорит Типа Ну Любая мама Так сказала А она пришла И очень деликатно Мою маму попросила Типа Сделайте что-нибудь С моим ребенком Он писает на детей И И все И они ушли И Ну я Получил Очень сильных По шее Очень сильных По шее А мама Причем с ней Общалась Так же на табуретке Вот так сверху вниз Такая Да? Хорошо Хорошо сделаю Окей И потом Ну я до конца держал Но ты общался С Джамбулом дальше Потом? Вы друзья? Блин Мы очень много дружили Типа Ну мы никогда Не вспоминали эту историю Мы никогда Не говорили об этой истории А никогда не было такого Что ты говоришь Я пойду в туалет Пойдешь? И он такой У него триггер Сразу Такой Будешь Кока-колу? Ты видел Туннель Какой В общем Такая история Ребята Браво О бля О бля Ну это А давай Короче Никто не проиграл Есть ощущение Да Вам придется Поставить друг другу баллы Если вы не хотите Друг другу баллы ставить Реально У вас У каждого Реально постыдная история Причем Ну не такие истории Типа Я шел И там Что-то Обделался Ну Обделался На человека Типа Это Да Это Это реально Я не думал Что вы такие Конченые Я Ладно Смотрите Вам нужно будет Поставить Друг другу баллы Если история Постыдная Два балла Даете Если не постыдная Менее постыдная Один балл Там кто-то есть Я отвечаю Мне честно говоря Страшно Аскару Ставить Не два Бала Потому что А я бы поставил Так как меня уже Упоминали В этой истории В целом Я уже Босса Ныжамбул Поэтому Хочу Повтора Давай Кому ты поставишь Один балл Кому два балла Там же еще Какое-то задание Мы должны выполнить Кто проиграл Какое-то там Плохое Постыдное Главное Чтобы не посать На кого-то Вот это Нет Я вообще Буду сильно В шоке Если меня сюда Пригласили В гости На камеру Я рассказал Историю Такую Я еще Какое-то Задание Буду выполнять Это что такое Да Вот прикинь А прикинь Это все Ток-шоу Встречайте Этот человек В зале Нет Это будет Ответка Ответка Джамбула Он придет И Короче Я наверное Поставлю Два балла Аскару Джамбула Один Потому что Ну Потому что Он обоссал Ребенка Да Я был сам Ребенком И это Если вырежут И просто Таки Потому что Он обоссал Ребенка Я обоссал Своего ровесника Шестилетний Люди Люди Позвонят Извините Люди будут звонить Извините Аскар Мы наверное Не будем Вас утверждать На главную роль Мы просто видели Ваше последнее интервью Кусочек Да Ну Тогда получается Два и один Да Два и один То же самое То же самое Блин Ну это Очень крутое Два и один И пожалуйста Кому ты отдаешь Два Меня еще и в истории Опасали Тебе нужно будет Сейчас выбрать Какую-то Карточку Пожалуйста И читай Какое задание Постричься Самой плохой По рейтингу Парикмахерской В принципе Как вы видите Я уже это Давно сделал Давайте поаплодируем Всем участникам Сегодняшнего шоу Мне стыдно Джамбул Кульдеев Муадина Байболова И Аскар Ильясов Мы искали Серебро Нашли золото Вот так Вот так Оставьте Все Я закинул Я кажется Без денег Я закинул Два раза больше Это было потрясающе Всем привет Меня зовут Джамбул Кульдеев И я снимался Шоу Мне стыдно И я там проиграл И мне нужно было Выполнить задание Постричься В дешевом Парикмахерской Я постригся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok